Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог». Меня зовут Андрей Лобанов. Сегодня у меня в гостях организатор тотального диктанта в Люберцах Екатерина Соколова и Ирина Завадских, участница тотального диктанта 2019 года. Здравствуйте, девушки, очаровательно выглядите, как добрались до нас. Здравствуйте, спасибо. Катя, сразу у меня к вам вопрос. Ожидается тотальный диктант. Расскажите, какого числа, когда, где, ну и, собственно, все, что можете пока. Да, в Люберцах пройдет тотальный диктант в седьмой раз. Он будет проходить 10 апреля в 14.00 начало, где можно посмотреть на сайте totaldict.ru. Там перечислены все наши основные площадки. Площадок будет несколько? Несколько, да. Часть этих площадок закрытая, потому что они, в общем-то, располагаются в каких-то наших точках, где люди пишут корпоративный диктант, допустим, завод Миля. Они уже который год пишут своим дружным коллективом. Туда попасть будет невозможно. Но у нас есть замечательно открытые площадки в этом году, две новые. Первая, да, это наша картинная галерея, да, наш выставочный комплекс, соответственно. Туда можно зарегистрироваться и гарантированно себе место занять. Сейчас там 80 мест. Можно уже заходить на сайт и регистрироваться. И вторая площадка будет в торговом центре выходной. Там она открытая, но там мест меньше. То есть можно туда и не попасть. Записаться, еще раз хочу уточнить, у вас можно на сайте? На сайте, да, totaldict.ru. А кто будет читать в этом году тотальный диктант в Люберцах? Да, мы стараемся, чтобы всегда это был какой-нибудь известный люберчанин, может быть, общественный деятель. В выставочном комплексе у нас будет Петр Ульянов, это председатель нашей общественной палаты. Поэтому мы, в общем-то, ждем наплыва посетителей. Я думаю, что он прекрасно справится со своей задачей. Это, на самом деле, очень и очень нелегко. Ну а вот ведущим будете вы. Ну, уже советую тогда приходить на тотальный диктант, и это будет весело. Кто читал в 2019 году? Это был Александр Рожников, наш известный скульптор, художник. Он читал в 16-й гимназии. Тоже действительно благодаря его медийности пришли люди, чтобы поучаствовать в диктанте именно с его чтением. Он прекрасно справился со своей задачей, очень серьезно подошел к делу, но при этом шутил. То есть я была там, я слышала, что участники себя комфортно чувствуют. Это самое главное, потому что цели устроить кому-то страшный экзамен или кого-то опозорить, конечно же, у нас нет. Ирина, собственно, давайте тогда с вами немножечко тоже пообщаемся. Есть цель у них такая? Комфортно себя чувствуете? Чувствовали себя на самом деле очень комфортно. Обстановка была приближенная вот прям к домашней обстановке. Очень даже было приятно. А какую оценку получили? Тройечку. Тройечку? Да, да. Собственно, поэтому я и пошла в 2019 году проверить свои знания, посмотреть, как он призывал. Кое-что, видимо, подзабыли. Ну, подзабыла, да. Я поэтому не решаюсь идти писать. А, Катя, у вас как в школе была? Я сама была участницей тотального диктанта. Я его всегда традиционно пишу на четверку. И вот Ирину хочу тоже защитить, что на самом деле диктант всегда сложный. Это взрослый диктант. Тексты просто наполнены разными сложными случаями, неоднозначными. И, по сути, это возможность для человека посмотреть действительно, как со школьной скамьи он помнит русский язык или не помнит. Может быть, он занимается этим, занимается своей грамотностью. Обычно люди, когда получают оценку двойку или тройку, а таких участников на самом деле очень много. И это для нас, для каждого участника показатель к росту, да. Человек что может сделать? Начать больше читать, например. Потому что чтение, оно способствует повышению грамотности. Само собой. Записаться на курсы по грамотности. Потому что грамотная речь, грамотное письмо нам сейчас всем нужно. Мы все что-то пишем в интернете. Это тоже наш облик. И, ну, соответственно, прокачиваться себя и ждать, что в следующем году оценка станет лучше. Ну, о том, что кто и как пишет в интернете, тут не будем. Потому что там за грамотностью не все следят. Сложно вообще, Ирина, писать о тотальный диктант? Нет, на самом деле не сложно. Самое главное – перебороть свой страх. Как вы лично боролись со своим страхом, с волнением? Я просто взяла себя в руки. Тогда, если не сейчас, нужно попробовать терять нечего. Во всяком случае, хотя бы будет действительно куда к чему стремиться. И показать своим детям, что не зря мама сидит с ними, делает уроки. Личным примером, да. Да, конечно, да. Что за текст будет в этом году? Можете рассказать? В этом году пока что мы не знаем точно, какой будет текст. То есть текст является большим секретом. Он присылается только утром 10 апреля. И никто не может узнать заранее, что там будет. Чтобы никто не подготовился. Да, чтобы, конечно, никто не подготовился. В общем-то, есть такие слухи, что этот текст будет посвящен чувствам, что он будет очень таким насыщенным, интересным. И я думаю, что участники получат огромное удовольствие. Есть какой-то секрет, Ирина, или вы, Екатерина, кто может ответить? Есть какой-то секрет удачного написания тотального диктанта? Не только грамотность, чтение книг. Может быть, что-то еще? Я могу сказать, что надо выспаться, отдохнуть, прийти с хорошим настроением, с друзьями обязательно. Приводить друзей, чтобы потом было над кем посмеяться. Чтобы можно было обсудить, обменяться впечатлениями, обсудить какие-то случаи, с которыми я столкнулся во время диктанта. Вот, мне кажется, это самый главный секрет. А какие-то были нестандартные случаи, ситуации во время диктанта? Ну, обычно они случаются, к счастью, не во время диктанта, а после диктанта, при проверке работ. Существует такой отдельный жанр в интернете, который называется «Приколы тотального диктанта». Когда участники, опять же, может быть, из-за волнения, может быть, иногда из-за невнимательности, пишут совершенно не то, что диктует наш тотальный диктатор. Да, кстати, вот наш чтец, да, он в шутку называется «Тотальный диктатор». Например, «Корабельный дуб» становится карамельным дубом. Карамельный, вкусненько. Да, да, вкусненько, приятно. А трагический финал становится тропическим финалом. Ну, люди хотят вот что-то карамельное и тропическое. Да, да, да. Ну, то есть участники слышат то, что им, может быть, хочется, может быть, им в этом настроение сейчас. И, конечно, наши филологи, наша команда филологов всегда очень даже благодарна за такие веселые ошибки. Что поднимают настроение. Да, да. А сколько городов, стран вообще пишет тотальный диктант? Какой масштаб? Сейчас, в этом году, мы ожидаем, что будет примерно 250 тысяч участников по всему миру. Пишет весь мир. То есть и на подводных лодках, и на космических станциях, на всех континентах страны. Это действительно огромная акция. Естественно, больше всего она распространена в России. Очень много городов в России. А всего в мире 1200, ну, уже больше, более 1200 городов у нас принимает участие. Это серьезная цифра уже. А кто вообще приходит на тотальный диктант, помимо Ирины? Да, естественно, это Ирина. Ира, мы тебя ждем. Уже были постоянные участницы. Обязательно сегодня, обязательно пройду регистрацию. Вообще-то приходят все. То есть возрастной ценз – это 12+, но это вовсе не обязательно. То есть даже если придет ребенок 7 лет, он тоже сможет сесть и писать. Естественно, конечно, с той скоростью, с которой он может. Да, но когда мы смотрим на нашу аудиторию, мы видим, что приходят люди абсолютно разных возрастов. Это и дети, и подростки, и молодые взрослые, и зрелые. И старшее поколение тоже приходит. Мы, в общем-то, очень рады этому и всех-всех-всех зовем. Кстати, вот еще насчет старшего поколения. Поскольку у нас действуют какие-то меры защиты для тех, кто боится коронавируса, есть два формата, которые можно написать из дома. То есть диктант можно написать дома, не приходить на площадку. Как? Вот. Вариант первый. Получить бланк в нашем штабе, в городском штабе. Он располагается в школе скорочтения IQ007. Это Комсомольский проспект, 18.351. Получить бланк в нужный день, то есть 10 апреля в 14.00 зайти на сайт TotalDict и под диктовку онлайн написать диктант ручкой на бланке. И потом этот бланк принести снова в городской штаб. Там его возьмут наши филологи, наша команда экспертов и проверят. Соответственно, человек сможет потом свою оценку, так же, как и все остальные участники, увидеть на сайте. И свою работу, если надо, получить обратно на руки. И второй вариант – это тоже онлайн-формат. Там человек заходит на онлайн-трансляцию и прямо впечатывает текст диктанта в окно. И сразу же его кнопкой «Отправить» отправляет на проверку в федеральный штаб. Это фонд TotalDict in Новосибирске. То есть тогда проверяют уже наши федеральные филологи, и он видит свою оценку так же на сайте. Можно и так, и так, как ему удобно. Так я же могу жульничать тогда, я же могу писать в Ворде, а Ворд мне будет все подчеркивать, где неправильно. Конечно, можно так сделать, но зачем? Цель у нас все-таки проверить себя. Понятно, это для тех, кто хочет хорошую оценку получить. Да. Такая возможность может прийти в голову, в принципе, потому что нашим отличникам мы из года в год дарим подарки. То есть те, кто получит пятерки за тотальный штаб. Это уже интересно. Да, получат наших партнеров призы. Это в этом году магазин «Офис Мак». Они нам приготовили какие-то классные наборы. Ну и вот школа скорочтения IQ007 тоже что-то интеллектуально обязательно подарит. А те участники, которые будут писать удаленно, они не смогут претендовать на эти подарки. Ну, по понятным причинам. Но, тем не менее, у них тоже будет возможность, если они на сайте TotalDict зарегистрируются и скажут «Да, я буду писать диктант дома на бланке» или «Да, я буду писать диктант дома онлайн в специальном окне». Главное, нам нужно, чтобы они оставили свои данные, и они будут участвовать тоже в розыгрыше какого-нибудь классного приза. Ирина, как вы будете писать? Дома или придете все-таки? Я приду на площадку, да. Придете на площадку? Не боитесь? Нет, нет. Приду с собой, приведу подгог своих. Масочка, перчатки с собой. Обязательно масочка, перчатки обязательно. Да, все это будет. Будут одиночные парты с соблюдением расстояния, с масками, с перчатками, со всем-всем-всем. Сегодня у меня в гостях очаровательные девушки Ирина Завадских, участница TotalDict in 2019 года и организатор, собственно, TotalDict in Люберцах Екатерина Соколова. Меня зовут Андрей Лобанов, программа «Открытый диалог». Очень скоро вернемся. Это программа «Открытый диалог». Меня зовут Андрей Лобанов. Продолжаю общаться с очаровательными девушками. Это организатор TotalDict in Люберцах Екатерина Соколова и Ирина Завадских, участница TotalDict in 2019 году. Ирина, скажите, а у вас есть какие-нибудь хобби? Чем занимаетесь? Как вы готовились к TotalDict in Люберцах? Скажите что-то о себе. У меня есть хобби, да. Я люблю рисовать, люблю. Но основное, конечно, моя сфера деятельности – это воспитание детей. У меня двое детей. Пытаюсь показать им достойный пример. Собственно, в этом году, кстати, планирую пойти на TotalDict in старшим сыном. А сколько старше? Ему почти 15 лет. Ну и заодно посмотрим как раз, кто на что способен. Кто лучше напишет. Да, на самом деле. Здесь уже такой спортивный момент. Да. Понятно. А хобби рисуете? Рисуете чем? Краски? Да, краски, да. В смысле масло, акрил? Что? Нет, это акрил. Ну, как бы на самом деле картины моих нет. Картины галереи нет. Нигде нельзя посмотреть? Но планируете? Ну, может быть, да, да. Сейчас тоже работаю над одним проектом. Создала интернет-магазин нижнего белья. Да, долго думала. И все-таки нашла, все-таки, наверное, куда себя направить. Вот хочется, чтобы девушки, женщины были дома не только заботливыми мамами, но все-таки красивыми женщинами. Понятно. Так, давайте с Ириной пообщались. Немножечко все-таки вернемся к тотальному диктанту. Про хобби не буду вас спрашивать. Хорошо. Хотя очень хочется. Чем все-таки занимаетесь? Есть какое-то хобби, Катя? Помимо работы, вот всего вот этой организации, когда приходите домой, можно немножечко расслабиться, отдохнуть. Как? Ну, вот, знаете, я вас разочарую, потому что я сразу хотела сказать, что мое хобби – это моя работа. Да. Ну, ладно. В общем-то, помимо того, что я координирую тотальный диктант, у меня образовательный центр, это вот как раз наш штаб, да, то есть мы всей нашей командой готовимся к тотальному диктанту и готовим его для города. Это вот школа скорочтения IQ-007. И, собственно, наверное, вот эта вот моя работа, она и определяет мои хобби. Потому что когда я вижу, что многим детям, которые приходят к нам заниматься, можно и нужно работать с грамотностью, да, то есть вот курсы грамотного письма и каллиграфии, или нужно больше читать, чтобы успешно учиться, я понимаю, что мне нужно и хочется что-то сделать такое вот общественно полезное. И тут я могу сказать большое спасибо нашим, ну, наверное, нашей администрации, потому что много что делает наше управление образованием. В этом году оно снова поддерживает тотальный диктант. Им огромное спасибо. И их филологи в том числе проверяли в прошлый раз и будут снова героически проверять огромную стопку работ. Вот как раз по поводу тех, кто будет проверять вот все вопросы у меня, крутится кто проверяет и как филологи, откуда, зачем и почему. А вот если у меня почерк вот настолько ужасный, как они с этим справляются? Сразу вам такая куча вопросов. В этом году мы утвердим специальную номинацию и подарим три бесплатных занятия каллиграфии обладателю самого корявого почерка. Мы найдем этого человека и торжественно включим ему сертификат. Но стесняться не надо, потому что это школьные учителя. Как раз наш центр развития образования, они собирают школьных учителей, которые, в общем-то, в качестве волонтеров, а это вообще в целом все волонтерская история, и каждый участвует здесь абсолютно бесплатно, абсолютно по доброй воле. И эти учителя проверяют эти работы, то есть так же, как они проверяют сочинения, диктанты в школе. Конечно, есть свои сложности, потому что, как я сказала, и текст сложный, и он такой неоднозначный. То есть практически в каждом предложении можно по-разному поставить запятые. Есть так называемые, помните, наверное, факультативные знаки препинания, которые у вас всегда иногда заменяются просто запятой, на всякий случай, и вот таких случаев там очень много, поэтому это просто наши герои, мы всегда им очень-очень благодарны. Хорошо, смотрите, если по поводу гаджетов, то есть по поводу того, что если дома человек пишет, он может как-то жужжу лечить, телефоны забирайте при входе на тотальный диктант? Мы ничего не забираем. То есть можно пользоваться? Да, можно. Пользоваться не получится, потому что диктовка идет достаточно активно. Я все просто думаю, как жульничать, понимаете? Никак, никак, абсолютно. Жульничать при желании можно, но смысла в этом абсолютно нет, потому что смысл этой акции – это просто поучаствовать в ней, просто поучаствовать. Вот сейчас кто-то смотрит, такой говорит, а вот вы, Екатерина Недана, говорили, что были подарки и призывы, поэтому... Понятно, ладно. Откуда началось вообще вот этот тотальный диктант? Когда, сколько лет вообще? Семь лет в Люберцах, а сколько ему вообще лет? Вообще больше 17 лет. Новосибирский университет провел впервые в 2004 году тотальный диктант. После этого он начал распространяться, потому что идея классная, люди подхватили. Более того, сейчас я вижу, что организуются похожие акции, но уже, может быть, на официальном уровне, так называемый диктант победы, географический диктант. Они тоже, по сути, ну, вот это название, мне кажется, оно отчасти родственное с тотальным диктантом, потому что тоже на добровольной основе, тоже очень массово проводится. Но впервые вот это была общественная инициатива. Екатерина, а кто может участвовать в тотальном диктанте? Понятно, что возраст от 12 лет, ну, можно, если и младше, да, прийти, и до бабушки тоже, дедушки могут прийти. А какие-то все-таки ограничения есть? Может быть? Абсолютно никаких нет ограничений, поскольку этот проект массовый, и его цель – популяризировать грамотность и культуру русского языка среди абсолютно всех-всех-всех людей. Соответственно, участвовать может любой желающий, вне зависимости от возраста, пола, религиозных и политических убеждений. То есть диктант, он абсолютно отдельный проект и находится только в зоне русского языка, скажем так. Ирина, а вы вот когда в 2019 году писали «Тотальный диктант», не помните, что писали, что за текст тоже, да? Помню, что безумно переживала, и мне казалось, что текст на самом деле такой сложный. А долго время тянулось вообще, пока сидели и писали? Да, мне кажется, прошла целая вечность, на самом деле. Но когда потом мы посмотрели результаты, разобрали свои ошибки, было очень обидно. А есть такая возможность разобрать ошибки, да? Ну, позже, да, когда приходят результаты, можно ознакомиться со своими ошибками и проработать, хотя бы для себя проработать их, чтобы на будущее знать. Я просто, честно, как и многие, тоже всё время боялся идти, потому что, ну, сейчас интересно, сейчас бы я пошёл бы и написал бы уже чисто для себя проверить. А раньше, потому что я боялся, как вы говорите, да, вот что вот получу двойку, позор какой будет. Я могу добавить, что зачастую наши тотальные диктаторы иногда стараются помочь участникам. Мы, конечно, их каждый раз, каждый год мы просим не помогать, не выделять интонациями запятые и сложные места. И тем не менее, конечно же, ну, каждый диктатор хочет, чтобы в его аудитории люди получили, да, написали хорошо, получили как можно больше удовольствия, поэтому так или иначе всё равно человек старается диктовать. Ну, в общем, слушайте своего диктатора, он вас не подведёт. Ну, собственно, как и везде. Да. Легко ли соглашаются, вы говорите, что у вас очень много медийных лиц, да, читают тотальный диктант, легко ли они соглашаются на такую авантюру, так скажем? На моей памяти, к счастью, все легко соглашались, потому что это достаточно почётная роль. Допустим, если посмотреть на Россию, да, или в мировом масштабе, очень часто читают какие-то политики, допустим, там, Владимир Шириновский однажды читал, актёры Марина Кравец читала, там, Павел Воля, какие-то общественные деятели, Познер читал, кстати. Поэтому эта роль, она почётная, и мы, конечно же, стараемся её предложить, ну, только достойным людям, скажем так. Каждый хочет себя почувствовать немножечко диктатором. Да, да, почувствовать себя тотальным диктатором. Но на самом деле это тяжело. То есть существует специальный лист диктовки, который прорабатывается буквально нашим чтецом, и нужно быть достаточно внимательным, опять же, внимательным к аудитории, потому что всегда найдутся отстающие, да, те, кто будут просить диктовать помедленнее, или наоборот, те, кто уже убежали вперёд, и сидит, скучает, и просит писать побыстрее. И как быть в таких ситуациях на самом-то деле? Ну, в общем-то, нужно выходить из таких ситуаций, с высоко поднятой головой, так сказать, с кем-то пошутить, да, то есть очень важно, чтобы и ведущий, и диктор, чтобы они были такими живыми людьми, чтобы они немножко могли повысить настроение участникам, которые пришли и волнуются, пошутить с ними, может быть, поспрашивать их о чём-то, чтобы просто люди расслабились. Если есть тот участник, который постоянно отстаёт и никогда не успевает дописывать, ну, мы будем подстраиваться под самый медленный ритм. То есть идёте на встречу? Чтобы написать все, абсолютно все, да. У вас были во время того, когда вы писали «Тотальный диктант» такие люди в аудитории в зале? Да, 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 это была я. Серьёзно? На самом деле, да, правда. Хотя достаточно быстро пишу, красиво пишу, да, скажем так, но здесь вот, видимо, как раз-таки вот то волнение, которое я пыталась себя перебороть. Где-то что-то недослышал, где-то что-то подумал, а здесь ли запятая? И вот эти на самом деле моменты, они отвлекают, и из-за этого получается, что уже теряется смысл, и начинается какая-то внутренняя паника, ну вот хорошо, что нам помогает, подстраивается под таких, как мы. Не было косых взглядов, что ж она так медленно пишет? Вы знаете, я настолько была увлечена, что я даже не заметила на самом деле. Может быть, они и были, конечно, косые взгляды, но... Я думаю, косых взглядов тут не было и быть не может, потому что каждый участник настолько погружён в свой текст, что пока один дописывает, другой лучше три раза перечитает то, что он написал и перепроверит. Вообще, в целом, достаточно гуманно всё читается. Сначала текст читается целиком, потом по предложениям, потом ещё раз целиком. За это время участник может максимальное количество раз убедиться в своей правоте, абсолютно точно поставить все знаки припинания, которые он хочет, проверить все двойные согласные и прочие опасные места. Русский язык, как я его любил в школе. Девушки, хочу с вами немножечко поближе познакомиться. Несколько вопросов, Блиц-опрос. Готовы поучаствовать? Конечно, да. Ирина, Екатерина. Вопрос будет один, отвечать будем по очереди. Ирина, давайте с вас начнём. Над какой целью работаете сейчас? Вообще, в общем. Вот как поняли вопрос, так и отвечаете. Над какой целью работаю сейчас? Над улучшением себя, своей семьи. Угу. Катя? Ну, у меня на повестке дня спортивная цель, скоро открывается велосезон. Вы велосипедист? Да. Понятно. Слушайте голос сердца или голос разума чаще? Вы знаете, наверное, сердце. Только сердце. Хорошо. Как выглядит отпуск вашей мечты? Отпуск моей мечты – это дача, огород и родные рядом. Екатерина? Это бешеные гонки по какому-нибудь интересному историческому месту. Какие вы совершенно разные обе. Да, и нас объединяет. Тотальный директор. Вот как мы подвели там. Чем больше всего гордитесь в жизни? Хороший вопрос. Больше всего горжусь, наверное, тем, что есть такая возможность жить, радоваться жизни, развиваться, дарить любовь, тепло своим родным, близким. Екатерина? Наверное, да, я могу тоже сказать, что очень горжусь своей семьей, своими отношениями. И это, наверное, для меня главное. Хорошо. Без чего вы не можете обойтись ни дня? Вопрос. Я отвечаю, да? Ну, пока мы начали так, что вы первая отвечаете, потом Екатерина. Без эмоций. Я не могу обойтись без эмоций. Я очень эмоциональный человек, и я люблю, когда вокруг меня эмоции. А что дарит вам эмоции? Общение. Вот это, наверное, самый первый момент, это общение. Я очень общительный человек, люблю разные новые знакомства заводить, люблю посещать разные мероприятия. Недавно, кстати, тоже, если можно упомянуть, закончился конкурс. На прошлой неделе мамочка-люберчаночка, я участница этого конкурса. И, кстати, выиграла номинацию. Нет, не первое. Первые три места были заняты другими девочками. Но я вот как раз-таки в школе скорочтения выиграла сертификат. Да, как самая умная мамочка. Поздравляю вас. Екатерина, все, вы не можете обойтись ни дня. Без кофе. Без кофе. Так, вам все, я вас следующего вопроса не задавал. Праздник проводить дома или в ресторане? Смотря какой праздник. Допустим, день рождения. День рождения. Можно, в принципе, отметить его дома, в кругу близких людей. Но если это юбилей, то лучше пойти в ресторан. Катя? В ресторане. В ресторане. Успех – это везение или работа над собой? С вас начнем, Екатерина. Это сочетание и работа над собой, и везение. Но опять же, есть такое выражение, немножко странно звучащее, но очень правильное. Везет тому, кто везет. То есть, если каждый день видеть возможности и трудиться, то и везение будет. Я считаю, что это работа над собой, колоссальная работа над собой, потому что все, что мы не делаем, все зависит от нас самих. Все, чего мы не добиваемся в жизни, это все делаем мы сами. Зеленый чай или кофе? Скажите, все понятно. Зеленый чай. Спасибо. Так, возникало ли у вас желание начать все с чистого листа? Да. И сегодня такой день, 1 апреля, я для себя в жизни поставила цель. Вчера я уволилась и решила с сегодняшнего дня начать новую цель. Я решила заниматься собой, семьей, несмотря на то, что у меня была основная работа до этого, и как раз-таки развивать свой магазинчик. Также решила ежедневно теперь заниматься спортом. Ну, в принципе, такие моменты в жизни у меня бывают довольно-таки часто. Екатерина? Я несколько раз начинала с чистого листа, и наверняка такие случаи еще у меня будут. А почему начинали? Я переехала в Москву, например, я начала свое дело. То есть это все были этапы, где нужно было начинать с нуля. Хорошо. Если к вам, Екатерина, вопрос, если вот не эта работа, чем бы вы могли еще заниматься? Я думаю, я была бы журналистом. Ну, это хорошо, одобряю. Ирина? А вы занялись, собственно, тем, чем хотите, да? В принципе, я к этому долго шла, да, и поэтому... Я поэтому с вас и не начинала. Спасибо большое вам за приятное общение. Сегодня в гостях у меня были Ирина Завадских, участница «Тотального диктанта» 2019 года, и организатор этого самого «Тотального диктанта», который в этом году уж пройдет, Екатерина Соколова. Еще раз всех приглашаем на «Тотальный диктант». В этом году регистрируйтесь, записывайте, приходите. Меня зовут Андрей Лобанов, программа «Открытый диалог». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова